Привет, меня зовут Алекс Чеплинский и сейчас мы с вами начинаем освоение видеомонтажа в приложении Adobe Premiere Pro Creative Cloud 2019. Данный курс рассчитан как на абсолютных новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт работы в Premiere Pro. В нем мы подробно пройдемся по интерфейсу приложения, рассмотрим функции каждого окна, в котором будем работать. И затем пошагово пройдем все стадии работы в Premiere, от импорта файлов и организации проекта до экспорта готового ролика. Попутно мы рассмотрим такие темы, как инструменты и техники монтажа, работа со звуком, работа с графикой, анимация, колор грейдинг и цветокоррекция и создание титров. Так что, думаю, те, кто уже знаком с Premiere Pro и имеет работы с этим приложением, тоже найдут в этом курсе для себя много интересного. Я буду работать в Adobe Premiere Pro Creative Cloud 2019. На сегодняшний день это самая последняя версия. К тому времени, когда вы будете смотреть этот курс, возможно, ваша версия будет более новой, либо же более старой. Но я думаю, что это не должно повлиять на процесс обучения. Все изменения между версиями можно найти на официальном сайте Adobe. И также различную информацию можно находить на форумах, посвященной этой теме. Основные же инструменты и техники монтажа остаются неизменными, несмотря на то, что приложения могут получать новый функционал в новых версиях. В этом курсе я использую Premiere с английским интерфейсом и вам также рекомендую изучать приложение в оригинале. Просто потому, что приложение разрабатывается англоязычными разработчиками и только потом переводится на другие языки мира. И такой перевод может быть не всегда точным. К тому же, большее количество материалов, так же, как и ответов на форумах, вы найдете именно на английском языке. В итоге вам будет проще находить информацию о тех или иных функциях и применять их в своем проекте, если язык интерфейсов совпадает с языком той информации, которую вы читаете. То же касается и терминологии. Здесь я, как правило, также буду использовать англоязычные слова по тем же причинам. Кроме того, далеко не все из терминологии видеомонтажа имеет корректный перевод на русский язык. И часто так бывает, что термины на русском языке являются громоздкими и неудобными в использовании. Для примера, английское слово timeline иногда переводят на русский язык как временная линия. И, если честно, не очень естественно звучит фраза «перетаскиваю клипы на временную линию». Гораздо удобнее в таких случаях говорить timeline. В курсе я постарался очень сжато, с минимальным количеством воды дать максимум базового материала по монтажу в пример про. И после прохождения этого курса вы сможете без проблем использовать пример для создания собственных роликов, будь то видео для YouTube, музыкальные клипы, либо видео какого-либо другого рода. Также вы будете обладать достаточным количеством знаний для того, чтобы претендовать на работу на должности инженер монтажа, либо же брать какие-нибудь фриланс-проекты. Ну что ж, не будем долго тянуть, давайте поскорее приступим к обучению. Вы можете приобрести курс с 50% скидкой до конца августа на udemy.com. И также курс будет доступен на моей странице на Patreon. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. До встречи в курсе!